Защитываю, что я могу сказать несколько слов, что Шарфа, Математика, Саняна, Диндия, Колыбель и в том числе. Вот, я постепенно буду по Шарфу рассказывать, что я делаю. Но пока Денис вам рассказывал про кем, я поставил никакой шучки. Еще одна оговорочка, я готов все на глаз. Я вам сейчас могу рассказать шрамовку на 5 нитров примерно. И Вика. Тут все зависит от вкус. Я здесь и курижал. Вот, Анна, как знал. Вы найдете кучу. Так, короче, ее хватит только на 4 часа. А сколько здесь? До вечера все будете, да? Ну, здесь, да, ну, тут с переливами. Ну, тогда, тогда выключайте. Ну, не максимум по часу, мы с вас иду. Ну, шо. Она, кстати, сейчас, у нас тоже записывает. Предварительно, нужно помочить на 3-4 часа. Вообще, ну, пусть только так. Дальше у нас по ингредиентам. Это морковь. Ну, морковь не при среднем. То есть, опять-таки, это пол-про. И это так. А, помидоры. Помидоры здесь, ну, вот, не нужно. Здесь, ну, вот, вот. А сколько насыщих не нужно. Здесь, как-то килограмм, полтора. Вот так, и мы 3-4 часа. Я, в принципе, для сельскости, использую, как лучше. Для ускорения процесса вот такую штуку. Пройдет и томаты. Томатную пасту можно использовать? Можно томатную пасту. Вы понимаете, в чём дело. Томатную пасту, её нужно долго варить. Потому что там, например, взрыв томата, чтобы выварить его. Ну и плюс, если вы готовите к томатной пасте, это нужно взять и добавить сахар. И вот, чтобы вырезать вкус помидор, ну и как-то уберёшь с этой томатной пасты. Вот именно из пасты, которая со свежими помидорами, в принципе, сделаем так. Но сахар мы тоже будем добавлять. Дальше это ИНПИ. Один палец. Деря. Хотите больше? Меньше. 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 Можно сменить сухимым берём. Вот здесь, получается, в основном, одна часть ложки и полгода. Ну, примерно, вот. 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 Один палец. Да. Ну, о пользе вам не надо рассказывать. Никак. Он просто вот. Затем. 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 Только уже в конце. Минон. Ножа в конце. Так. Теперь, последнее я пройду. Так, авровый лист, тык, ну, то лучше, опять, птица, это все по вкусу. Парфума, ну, она даст цвет. Плюс парфума, это курорное цветло. Сейчас ее спустят, у вас стоит дольше. Там, в среде, даже не сладенько. Дальше, это сира, семена. Ну, это, собственно, и в оригинальном рецепте, который я обрагал. Какие есть в магазине? Сина сирий, у них. Она, в принципе, в магазине только продается, ее, кстати, не проблема. Горчица то же самое, что и в магазинах, наверное, продается. Единственное, что. Вот. Вот. Толечка, тут порошок. Ну, два красота. А, сахи, тинь, да. В общем, это слова. Растение фируловонющее. Ну, запах, да, конечно, специфический. Как поменять, поменять лук, чеснок. Я, который, ну, вот так, взгляд, лук и чеснока. Ну, это уже мой взгляд. Видите, мой мастер-класс. Ну, а вы, собственно, вот эти штуки, как вы замечаете, да? Изменять лук чеснок. Ко мне уже полезно новую ластер-магературу. Спасибо. Ну, и можно магазин, например, в Малайи, в Азии. Ну, вот такого плана, где... Нет. Это смола. Смола дерева. Ой, растение. Смола растения. Порошок. Если смола, она вот, как куском выждевает, то нужно смолой. Здесь порошок на основе укрепить не дает, как будет. И смолесную пацию вот здесь. Ну, и заглесную пацию. Вот, я использую. Вот. Азоригида. Все прикраны приятного. Азоригида. А суп у нас боковый. Да, наверное, как мы не будем. Раз-два-два. Раз-два. Раз. Так удобнее будет? Да, лучше слышно. Раз-два-два. Сейчас, секундочку. Да. Я сразу. То есть, если не стоит. Вот. И... ... 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 Это меня еще больше смущает, извините, на самом деле. По специям, опять повторюсь, суп бобовый, тут уже как бы индивидуальная непереносимость, переносимость, я не знаю, того как усваивается, но такие как бы бытовые штуки. И, собственно, асофетида, вот как раз таки, она способствует, повышает пищеварению, повышает усваиваемость, собственно, бобового. Поэтому и используется, как бы, ну, плюсом там остальные полезные свойства, я уже не буду говорить. Так, вот у меня тут, собственно, варится чечница. Мне, если честно, неудобно. Вы позволите мне кричать? Вот, ну, простите, пожалуйста, мне не очень удобно. Нет, я готов кричать еще громче. Так, вот, собственно, пока у нас варится чечница, я ее наставлю. Вот, короче, мы, короче, видео снимаем, наставим, 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 наставим. Я попросил, я ее наставим. Так, давайте, вы говорите, вы наставим, вы знаете, что вам много? Это же, это же, ну, вы забыли. Вставайте, держите, я, как бы, либо стойко. Вот, да. Вот, да. А что вы наставили в начале, что вы наставили? Во времени? Чечевица варится в районе 40 метров. Да, ну, вот, по самом деле, вот, вы поставили чечевица сразу нарезать морковку, и, как бы, все ко времени происходит. Ну, и масло России не бывает. Так, вот, собственно, насчет специй. Специи я добавляю в начале. Почему? Потому что они нагреваются и разбивают свой аромат оверполнно, более насыщенно. Это масло, да? Масло, да, можно насушить, как на лавровке, ну, в сумке можно, можно ли. Вот, прямо через несколько секунд, там, 10-12, почувствуется аромат. Лавровый лист такой, ну, вот, штуки 3-4. Дальше, сибиро, ложка столовая. Корчица черная. Я делаю половину черной, половину желтой. Чёрная, собственно, в магазинах, опять-таки, для смехи. Во всех специй. Желтая, в местном виде, макс. Взаимозаменяемые. Чёрная, она просто поострее будет. Вот, дальше. Я ничего не могу поделать. Вот тут пушёные томаты. Вот на этот раз просто попробую. Давайте или как? Они тоже, на самом деле, дают очень приятный аромат. Но это такая штука неиздательная. Вот, насчёт специй. Сначала называются герубные, то есть это зорно, затем более мелкие, то есть это крупная помолка. И порошки уже, как бы, в конце. Вот, вот. Специи мы обжариваем секунд 30. Я закидываю морковь. Нарезать кубиков. Так, вместе с морковкой я добавлю пищу. Так, ну и всё это дело у нас пока обжарилось. До полу готовности там. Три четверти. Всё зависит от вас. Руководитель из меня так. Сверху. Так, стоп. 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 Готово. Томаты можно отварить, собственно, обжать кипятком, снять с муру. Ну, я совсем не работаю. Такими вещами не работаю. Такими вещами не работаю. Может быть у вас вопросы есть, я пока две часа обращу. Что там с морковкой было? Морковкой? 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 Имбирь. Ну, собственно, имбирь тоже способствует пищеварению. Ну, несмотря на то, что это казалось бы, как бы, бобы, да, вроде как, тяжёлая пища, за счёт вот сочетания ингредиентов с эрецией, в принципе, она достаточно легко, быстро высваивается. Ну, и как, выйдя, это обычные, как бы, ежедневные сутки днём. То есть, они до дня в день едят. Один и позже дал, вот он называет, как бы, все живы-здоровы, и нам даже больше, все лучше, все хорошо. Что вы ещё так каждый день готовите? Так, а в смысле? Ну, мне кажется, что у каждого из вас найдётся час времени, которое принимает это приготовление, вот, 3-литровая кастуля. Ну, два дня, там, вдвоём, втроём, я не знаю, два, где-то точно у вас есть. Собственно, как бы, я почему выбирал этот рецепт, потому что он в розыске, выранниками давления, ну и плюс ещё. Да, один из организаторов сказал, что это антикризисное меню. Ассотехида? Да, ассотехида. Ну, насчёт ассотехида, на самом деле, могу сказать, что, ну, вот, у нас в России, как бы, такая, для кого-то мощная новинка. Ну, а ассотехида используют, наверное, ещё даже в Римской инферии. Во всю. Поэтому, ну, как бы. Ну, она у нас растёт только, вот, в южном районе бывшего СССР. Ну, можно, и поэтому, как бы, так, мы не рыкли. Но, свойства её, собственно, заставляют обратить на неё внимание, потому что, вот такая баночка, 70 рублей, 2 рублей. Но по вкусу будет хватать, я не знаю. А её не можно, да, как-то? Чайную ложку. Так, ну, вот, в недавний момент я добавил, вот, кумы пока отгариваются. Да, правда? У меня по-русски классный, видишь? У меня наш немецка зашёл. Вот, я тебя вижу. Я не знаю. Не знаю, тут аромат чувствуется. Чувствуется, чувствуется, у меня нос заложен, но все равно. Продолжение следует... 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 дал это опять потому что блюдо индийское, дал это название в принципе всех бобовых супов, ну и бобо общее такое. Насчет каши, вот вы делаете этот дал, делаете его погуще с отваренным рисом, все это смешивать, вот он каша, все просто. Добавьте воду. Значит надо меньше готовить по времени чечевиц, то есть немножко не доводить. Значит все-таки надо, мне кажется, либо бульоном разжижить, ну либо водой, как-то. А больше просто ничего на ум не приходит, а что еще, как делать в жизни, как делать пасту? Не то ли, чтобы вязкая. Ну если она у вас сухая, рассыпчатая, более вязкая с водой будет, ну так, как паста, как паста, но только меньше воды, мало воды забавит. То же самое вы просто добавляете в воду, все это делаете на сковородке, на сковородке. А ты знаешь, что используешь? Ну как бы так, по пасту. У меня пригорают. А это на самом деле не страшно, потому что помидоры дают сок. Долго на счет помидоров. Либо вот прям сюда. Стать помягче, да, сок, вот это, понимаете. Соус такой, грубо говоря, мы с вами сделаем, который потом туда добавим. Еще поварим. Такое двусоставное блюдо. В принципе, если добавить соль, то все станет быстрее. Ну, да, соль обычно добавляется, ну, опять, везде по всякту, там, что вы хотите. Ну, можно, да, добавить в конце. Я добавляю, как бы, без в конце, потому что я не пробую в процессе приготовления. То есть я примерно знаю, что у меня должно получиться. Собственно, как бы я в этом уверен, процентов на 99. Вот, поэтому не пробую, соль добавляю в конце. Ну, можно добавить сейчас, чтобы там, в этот процесс. Не, ну, может и без соли. Ну, на 5 литров, опять-таки, я думаю, в соли 2 трети-столовая ложка крупная. Ну, без горки, то есть я... На самом деле у нас вкусов будет достаточно много. Сочетаться это будет и соленый вкус, немножко сладкий, мы будем добавлять сахар. Ну, еще плюс за счет морковки, которая сама по себе сладкая. Кислый будет вкус и немножко горький за счет горчицы. То есть у нас, в принципе, ну, вот так вот, на вскидку 4 оттенка вкуса будет всю. Достаточно интересный. Я вас напугаю, что сахар немного посыплю, но это специально для помидор. Иди, иди сядь, спасибо. Ну, сядь встанешь, если вам удобно. Да, я не хочу. Попал. 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 Не знаю, может это мой стереотип Ну, в принципе, у нас тут такой достаточно жидкий соус Ну, я думаю, что можно уже Менять шилу на моего Ну, и мы, собственно, все, что у нас в ковороте, вот этот соус Отправляем в кастрюлю, в чечевицу Пропорция на гласть Вот я примерно сказал, что чечевица грамм 700 5-литровая кастрюля Ну, да, я просто щедрый Или кастрюля маленькая, не знаю Но, как бы, в принципе, да, он достаточно густой Вот, около поклёбки Опять-таки, универсальный Он может, ну, сделать его немножко погуще, да Как соус гарниру, знаете, там дополнение к рису, к гречке И опять-таки, у вас сбалансированный обед, в котором и клетчатка, да, в котором и углеводы, в котором и луки, и чечевицы, ну, и... Все хорошо Вы себя ничем не отделяете 300 литров Сколько объем в кастрюле и сколько здесь воды? 5 литров 5 литров кастрюля Воды 2,5 литра Ну, вот Можно 2 Вот чуть помешивать Ну, так вот, в принципе, мы оставляем Сейчас попробуем Должен повариться минут 10-15 Ну, ну, может, я это попробую 15-20 минут На самом деле Комидор при термической обработке Ой, ну, я не знаю, как это объяснить Все-то надо просто попробовать Вот пройдет Уйдет уже Вкус Водянистости Сырости Он, кстати, более насыщенный Более такой вот Комидорный Контрет Я пока нарежу суп Лимончик Клебушек должен прийти, но... Как придет клебушек, так я и закрыл Не от меня зависит А от клебушек Левушек Мое дело Сечку 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 Левушек 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 Нет? 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 О, он работает Я, я, так, не знаю Не знаю Нет Нет Помог избежит Не знаю А А Что мы можем попасть и Ребята, пока идёт процесс, я хочу ещё сказать одну вещь важную. У этого веган-феста замечательного, прекрасного, есть такая вещь как спонсор, из которого бы ничего не получилось. И самый главный спонсор – это Ростов. Он производит растительные продукты питания в Питере. И самое интересное, что у них безоткодное производство, экологичное, физическое товар. Они делают классический тофу, тофу с паприкой, ростки по соли, производят пельмени с топовой овощами и делают свою массу. Так что имейте в виду такую вот компанию есть. Субтитры создавал. Чё у нас здесь? Есть? Есть? Попробующие. Ну, пригрозим, что вы будете пьесы. Минут 5-10 до готовности для аромата, для пользы. Минут 5-10 до готовности для аромата, для пользы. Минут 5-10 до готовности для аромата. 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 Минут 6-10 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 до готовности для аромата. В магазине, опять-таки, это доступность продукта, доступность специи, это как бы было одно из таких факторов, определяющих, вот, собственно, рецепт, который мы, собственно, здесь сейчас готовим. Чечевица, помидоры, лимон, имбирь, собственно, это сейчас все кинза продается, специи, опять-таки, горчица, лавровый лист, вот, единственное, как бы, это асифихида, но я вам сказал, где ее можно взять. Ну, и дело вкуса, заменяйте луком, чесноком, то есть, это, как бы, я никому ничего советую, стандируюсь. Свободный голос, да, свободный голос, да, джема. Ну, на самом деле, почему без лука, чеснока, вот, свои наблюдения? Я в плане, ну, вот, мы все, я думаю, большинство, кто не ест мясо, и многие по разным причинам, да, у кого-то это элька, кто-то, там, не усваивается, не принимает мясо, у кого-то свои соображения, да. Ну, вот, я за всеми этими вариациями забыл подмыслить свои. Лук, чеснок, да. Лук, чеснок. В общем, одна из причин, может быть, для кого-то, это, как бы, ну, в плане, то, что мясо, энергия убийства, агрессия. И это, как бы, имеет место быть, потому что, ну, в принципе, энергообмен, он существует, в том числе между мной и лимоном в данный момент времени, то есть, понимаете, если я подумаю о чем-то хорошем, глядя на это, сосредоточиться, там, на этом лимоне, то, как бы, энергия будет хорошая. Вот то же самое, употребление лука, чеснока, вообще, в принципе, как бы, лук, чеснок влияет на нижние энергетические центры человеке, это, как бы, у людей развивается страсть. Вы перестаете быть спокойным, вы шебутите, вам что-то надо, вам что-то, что-то. Это, как бы, в плане поведения, агрессия, гневливость некая, ну, такие не очень хорошие штуки. Ну, по себе могу сказать, как бы, да, да, работает, стал спокойнее, стал спокойнее, я уже не говорю, как бы, простите, вот я сейчас съем что-нибудь с луком, с чесноком, у меня будет характерный запах, не очень хороший. Ну, я имею в виду, от тела, как бы, впоследствии, вот именно, будет нести луком, вот, откровенно, вы просите за такие подробности, но... Поэтому я и отдам дам, ну, и вам советую. То, что польза в плане, там, зимой, не зимой, имбирь, лимон, мед, вам, в принципе, больше, ну, как бы, в большом уроке ничего не надо. Опять-таки, специи, просто, если пора полистать информацию, посмотреть, как бы, все можно натурально получить все полезные вещества, как бы, ну, не мне вам говорить. Вот, собственно, главное желание. С лукоморами, просто, покупаем новинку лимона. Да, с коболом. По аромату, в принципе, то, что надо. Как раз, башни, каши, потому что я попыталась. Вот, это, правда, на рынке главных зданий. Там, что, это, на рынке, где-то, 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 где-то. Ну, здесь, ты, 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 ты. В принципе, по классу, да. Продолжение следует... Продолжение следует...